В Сургутском районе волонтеры Победы вручили подарки от главы муниципалитета ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечусь сегодня в каждом поселении до сих пор живут те, кто видел ужасы войны своими глазами. С главным праздником ветеранов поздравили волонтеры. Мы поздравляем в этом году 96 человек от имени главы Сургутского района. Ветераны находятся практически во всех поселениях. В первую очередь мы отправили подарки в самые дальние поселения Сургутского района. Нам было очень важно успеть до ледохода, и у нас это получилось. Подарки доставлены в Локосово, в Лямино-Сытомино и в Угуд. Сегодня мы доставляем подарки по ближайшим поселениям. В солнечном подарке принесли в 13 домов, где живут участники и дети войны, а также труженики тыла. Как отмечают сами волонтеры, ветераны всегда рады поздравлениям в этот день. Для них память окружающих о подвиге, пожалуй, самая ценная. Волонтеры, к слову, помогают им не только в День Победы, но и на протяжении всего года. Для ребят это возможность услышать историю событий страшных сороковых от тех, кто их видел и был участником. Делиться историями, чтобы яснее понимать, каково было в те времена, возможно, чтобы, ну да, вносить ясность. Потому что то ли ты услышишь это где-то в интернете, прочитаешь какую-то историю, то ли вживую услышишь от ветерана самого, который это все пережил. И, конечно, это больше каких-то эмоций, чувств добавляет в эти истории. Точнее понимаешь, что было тогда. Евгения Плугарь – ребенок войны. Она родилась 8 мая 1943-го. На фронт отправился ее отец, которого она с мамой так и не дождалась. Сейчас уже женщина отыскала место захоронения отца, но, к сожалению, так и не смогла поклониться у могилки. Стереть горестные воспоминания из памяти не удастся никогда, но можно и нужно помнить уроки Великой Отечественной, чтобы предотвратить такие события вновь, признается Евгения Степановна. Не дождалась я своего отца. Он погиб во время войны. Поэтому вот недавно искала я, конечно, много лет тому назад, но нашла, где он похоронен, на Украине, станция Багли, Запорожская область, Днепропетровская область. Поэтому, конечно, я туда не ездила в связи с этим положением. Продолжение следует...